привет друзья тема с ГБО продолжается значит ну вот проездил я на газу на роножке дастере моем уже год и тут приключилась такая история значит еду у меня коробка автомат 2.0 4 на 4 еду я такой себе по трассе и начинает дергаться коробка вот что-то вот она едешь 80 там 90 она такой ксеша сама по себе там прыгает с 3 на 4 передачу пытается прыгнуть то есть нету самого перехода оборота не повышается но машина пытается прыгнуть то есть она видимо отключает маховик или что там у нее привод какой-то включает назад в общем какие-то страсти происходят и постоянно педалью газа дальше ловишь эти моменты давай разбираться что к чему туда-сюда начитался смотрелся ютуба ну думаю блин молодая коробка но чё там ей вон сто семь тысяч всего лишь рановато короче кто-то там мне на драйв что ли два коментах написал посмотри лямбда зонты оба значит смотрю на лямбда зонты ну и как бы докапываюсь до истины получается сейчас я вам их не покажу чтобы понимали два лямбда зонта показывают просто полосу внизу там на 02 вот напряжение когда вы их смотрите первый лямбда зонт верхний который сразу за коллектором должен как лямба гулять такой волной идти а второй лямбда зонт который катализатор после катализатора идет он должен показывать прямую от 0,7 до 0,9 и он должен прямую линию постоянно показывать ну что и оба они мне показывают линию внизу где-то на 0,1 0,1 и прямая линия то есть ну я думаю блин ну неужели два лямбда зонта одновременно ну так тоже не может быть но не бывает так что одновременно это настолько редкий случай что просто жень ну тут просто методом тыка решился я включить кнопку вот эту вот и перевести и машину на бензин вот она сейчас на бензине и о чудо два лямбда зонта заработали показывают правильные данные кстати чек-энч у меня тоже загорелся чек-энч был показывал ошибку P0 P10 или 0 а ну и P0 133 вот так вот такая ошибка значит и у меня она странная вторки в этом программе показывает что ошибка по трансмиссии а по расшифровке в интернете говорится о том что неисправности датчика первого короче говоря переключившись на бензин мне все стало ясно то есть что-то происходит с газовым оборудованием что-то не так ну и стандартная процедура подключил компьютер значит что увидел была ошибка высокое давление датчика не знаю не ведется высокое давление газа значит я чего делал ничего я не крутил этот самый редуктор я ничего особо это там не делал и ну вот такая ситуация получается предварительно как бы диагноз уже есть значит смотрите ноль он выдавал мне 3,3 бара то есть вот сейчас давление газа скачет 0,9 там ну постоянно скачет оно не постоянно короче говоря сейчас я расскажу что к чему если такая же проблема будет как искать как ищу я вот смотрите сейчас будет внимание я вот включу сейчас газ вон видите там внизу газ загорелся вот он замигал давление газа 0 показывает выключаем газ давление газа 0 но при этом при этом было 0,9 вы видели и оно скакало сейчас оно опять начнет скакать а штука какая а газ перекрыт и давления там нет вообще никакого нет и вот оно опять начало скакать а единичка видите вот я опять включил газ вот он опять запел и опять 0 ну вывод что то происходит с электро потому что форсунки не включаются вот почему падает давление не ясно форсунки то не включаются газ вот еще раз смотрим но не было включения форсунки ни одна форсунка не доработала а давление то 0 то 1 ну сейчас вот будем ехать будет давление 2 короче говоря предварительное предварительный вердикт это не редуктор но хотя с кем черт но посмотрел я на патрубки но они не вздутые они не понимаете если вот у него рабочее давление там 1,4 пара если ему дать давление 3 но это на патрубках отразится они не вздутые с ними ничего не происходит все как бы нормально все отлично сам редуктор не путит я вот не знаю при таком давлении блин ну я бы услышал какие-то изменения в редукторе он бы как-то себя начал бы проявлять показывать тоже ничего нет но это все таки так знаете косвенные признаки значит самым главным вариантом как это все точно можно проверить это пойти и отключить газ вот эту паровую фазу короче говоря ну вот там есть фильтр вот можно фильтр этот вытащить и поехать посмотреть сейчас вы смотрите опять 0.6 0.7 0.8 0.9 ну и так далее а должно быть 0 ну конечно может там какие-то остатки остатки пары может кто-то конденсат он испаряет сам газовый редуктор и этим создает но это слишком большое давление он создает значит я грешу на мап датчик на сам мап сенсор где происходит измерение давления газа то есть ну 3 как бы ну многовато ну 2 я почему может быть на редуктор погрешил но 3 много на редуктора ну много так сейчас будем отключать и посмотрим какие показания будут дальше итак ребята вот наш мап сенсор и наш фильтр вот этот вот фильтр отключаем итак Мы сразу же можем проверить, посмотреть, долго так ехать нельзя, потому что травит. Еще раз покажу. Травит пятовый редуктор, поэтому поедем немного, чисто для испытания. Возвращаемся, включаем ноут, давление газа 2.58, друзья. Завелся на бензине, 3.2. Так, друзья, ну и в продолжение видео, вот я уже купил новый MAP-сенсор. PS-02, вон старый там валяет, не знаю, видно, не видно. Значит, все, здесь постоянное давление, ну где-то оно там ковышется на сотые доли. 1.2.3, ну вот 1.47, 1.50, то есть это был реально этот датчик, будто работает в порядке. Хотя грешу я на редуктор на этот аляш, но тоже говорят, что они там что-то очень-не очень, ну дело десятое. Ну и сейчас происходит автонастойка. Машина поехала, ошибок никаких нет, строения никакого нет, все шикарно, все прекрасно. Давление MAP показывает, питание, ну все как бы, это вообще не вопрос. Все как надо. Сейчас настроиться. И смотрите, бензиновая карта, вот внизу я просто на высоких еще не делал настройку газа, еще не дошел по городу езжу. А на низких оборотах вообще прям один в один пикар-пикар-пикар все там собирается. Ну вот сейчас донастроиться и будет чек-бенч, как говорится, все будет шикарно. Все, всем спасибо, всем пока. Да, и ссылку на MAP-сенсор я оставлю в описании, у кого такая же проблема, можете заказывать смело. Всем до встречи. Продолжение следует.